Анатолий Дубник. А вы сегодня на клубу говорили. Комментуем матч с Фаразенту. Баскорборожные игры. Какие впечатления? Выиграли игру, выполнили установку тренера, сыграли команду нашу. Студинная передача, которую мы сделали, 2-4 стадии передачи, выиграли этот год. Тренер, конечно, недоволен, но говорит, что мы не спали за счет, но пропустили меньше. Мы выиграли какие-то нехорошие позитивные, но выиграли игру, которая нам нужна была. После провальной серии это на выезде. Что случилось на выезде, за три матча? Как может, Сэнди даже выяснили? Два матча в Киеве, матч Одессы проигрывали. Почему так получилось там? Как это было? Может быть, были они полностью сконцентрированы и концентрированы. То есть не было. Подумали, что выиграли так, как до этого была удачная игра дома. Поехали на выезде, думали, что не собрались, не спотелись вместе, как команда до конца дня. Они отдали с командой. Не сделали все для того, чтобы выиграть эту игру. Ну, в матче с Химиком, тут вообще, когда ты один студент. И вот, если ты можешь, просто скажи. Нет. Мне после Химика предлагали идти на трестинференцию. У меня, кроме подкислов, нет ничего. Как с каким состоянием ты на сегодня выходил? Ты уже как бы отошел от этого всего? Ну, конечно, отошел. Игра, игра. Как бы выходит молодец, что не поднял дальше, как бы не поддался на эти вот эмоции молодого игрока. Потому что дискортирующие фото, что пришло положение мне, пришло на клуб, что я, как бы, помимо денежного штрафа, я даже умею пропустить две игры. Но клуб отдал протест по поводу судейства, по поводу назначения этого фола и дискортирующих. Тем более, минус один украинец, я думаю, это, как бы, очень больно. По игре очень больно ударить. Нехватка будет украинца на площадке. Тем более, игра в Южном показала, что один большой за пять фолов сел. И Паша, Витя, выход, остался я. То есть, было бы минус один украинец сегодня. И все может быть. Ну, просто как-то, в честь я чувствую, что ты добавляешь от матча к матче, но сейчас зона была такого не особого, но теперь уже, как бы, ты разыгрался, чувствуешь, как? Ну, как? Хорошо. Как дома, только. Ну, вот, все равно еще, как бы, и... Игром в плане травмы, практически, вот, то есть... Не слава храма. Не люблю бить в травмах. Вообще. Посмотря на травмы, ты все ходишь, падаешься. Ну, стараюсь. Все, что могу, ты, говорю. Все, что могу помочь, я вам дедям помогаю. Пытания я вынесу. Нет, это я лед просто вложу после капсионировки. Да, после капсионировки. У меня есть реакция. Дмитрий Морозин, в основном, в фестивальном клубе говорила про примогу на ТФРЗНТУ. Ваши важные матча? Ну, я не скажу, что нам легко далась победа. Игра была ровная. Играли безграмотные команды. И... Мы более грамотно сыграли в концовке, я считаю. Ну, и проценты наши были более такие из-под кольца. Команда за победы выбрала тактику трехочковых, что начало для нас было очень сложно. Вот, и... Мы готовились к игре из-под кольца. Мы, в принципе, разбирали все это взаимодействие. Ну, 36-х очковых делают за игру. Это для нас была новость. И мы частично бы не были к этому готовы. Потому что мы очень много разбирали по страховке внизу. Потому что у нас были проблемы с Запорожьей именно в выгре под кольцом. Но они избрали себе тактику трехочкового броска. Не знаю, бросали ли кто-то больше для чемпионата. Ну, вот, на 36-х очень много. Команда вернулась с выезда. А все-таки, когда это был поражение, как оцените выезд в Киев, Одесса, Южный? Ну, главное, чтобы приехали с победы. И победа в «Химике» позитивно повлияла на ребята и на уверенность их. Поэтому мы так хорошо готовились. Было время подготовиться. Была неделя перерыва. Подготовились за оружие, разобрали. Но единственное, что для нас была неожиданность, это было только очковые броски. Следующий матч против КБ от «Баскета». Что мы искали передать соперника? Сегодня он выиграл за головы. 12 очков. По этой сопернике пару слов просто. Ну, я сейчас буду собрать ребят. Первое – поздравился с победой. Второе – я напомню вам об игре с Киевым игроком. Чтобы они вышли, настроились, полностью были готовы. И не было шапка за задательство или не настроено на игру. Поэтому завтра мы еще не готовились на Киевый игрок. Завтра будем готовиться. Посмотрим видео. И с моей стороны будет полная подготовка к этой игре. Почти – о,為е кто было? Давайте покушку, давайте батаре и посмотреть на poder с 할�minute по контакту. Продолжение следует...